Доброго времени суток, дамы и господа, Crossroads на ваших экранах и мы продолжаем. В прошлой серии мы поставили с вами пивное производство, но не совсем было понятно, что, черт возьми, происходит и где наше пиво. Но я вам скажу, что между сериями я подразобрался и сегодня вам расскажу, как решается эта задача. Конечно же, это не единственное, чем мы будем сегодня заниматься, и у меня все-таки по плану наладить производство еще какого-нибудь продукта. Не забывайте ставить лайки под видео, подписываться на канал, поехали. Я тут обратил внимание, что у нас очень грязно как-то, посмотрите, какие-то шлепки здесь на полу, я не знаю, что происходит, вообще, пора бы немножко убраться. Ну да ладно, давайте обо всем по порядку. Значит, сейчас господин пошел и будет забирать отсюда, наконец-то, бочонок с пивом. Все это связано с тем, что, наверное, вот эта бочка была занята, и сюда нельзя было ничего положить, но вот такая возможность появилась, и он сразу направился за ним. Я обнаружил, что за 5 единиц хмеля мы с вами получаем 10 единиц лагеря, вот у нас было 50, а стало 60, грубо говоря. Поэтому нормальная тема, уверен, что сейчас дело пойдет, и лагерь больше мы закупать с вами не будем. Ну вот уже следующая партия запущена в производство, и я смотрю, еще он понес, что-то вы решили тут очередь создать, или вы одновременно будете это все варить. Хрен его знает, как они вообще это все видят, но два повара у меня сейчас заняты вот такой вот фигней. Ладненько, я их ускоряю, в любом случае это хорошо, что началось производство, что все все-таки работает. Может быть, есть смысл организовать еще какой-то склад под Эль, хотя очень странно, точнее не Эль, а лагерь, конечно же. Очень странно, что у нас появились новые стеллажи, да, но при этом здесь галочка не снята, давайте проверим, может быть, я чего-то не понимаю, хотя вряд ли такое возможно, я думаю, что все должно быть хорошо. Хрен его найдешь этот лагерь. Слушайте, а вот оно что, здесь, оказывается, лагерь-то не может храниться вообще в принципе, поэтому они его сюда и не клали. Вот такая вот фигня. Ну да ладненько, главное, что мы разобрались, это отлично. Пора кого-то нанимать, что-то эта грязь меня прям накаляет, давайте посмотрим, может действительно кто-то новенький появился, но никого новенького нету. Мы не накопили еще свитков, это печально, я бы хотел бы открыть у него еще черты, посмотреть, мало ли там какая-то водится у него нехорошая черта, а нам это сейчас не нужно. Что касается новой кухарки, она нам тоже пригодилась бы. Вот это что такое? Это у нас хаотичность, это у нас сплетничество и лень. Ну что-то много нехороших качеств каких-то, мне не нравится. Все, болезненность мне не нужна, но курение, может быть, я бы еще стерпел. Наверное, всегда будет что-то плохое в любом случае, да, как ни крути. И что еще тут есть? Лукавость. Давайте-ка я возьму вот эту барышню, потому что она стойкая, потому что она быстрая и тем вроде нормальная. Пришло время закупиться продуктами, нам нужна с вами вот эта вот хрень в виде бобов и нужно еще закупить эля. Ну погнали на карту, вроде бобы у нас в одном месте, надеюсь, что и эль здесь присутствует, это было бы замечательно. Бобовые по 86, эль по 64, звучит неплохо. Понять бы, из чего все это варится, чтобы в дальнейшем тоже производство наладить, но, наверное, это тоже из хмеля варится, я не очень представляю. Вообще, разработчикам надо этот вопрос исправлять, нихрена непонятно, разбирайся сам, типа, дружище, как хочешь, нихрена тут лагерь у них стоит 302 монеты, это же вообще перебор, по-моему, с учетом того, что 62, вот здесь показана средняя цена. Ну, короче, ладненько, хорошо, я не знаю, как вот это формируется, но это не мои проблемы, я в целом за ценниками-то слежу и примерно представляю ситуацию. Берем мы тогда эля, наверное, давайте 5 я сразу возьму, бобы, что-то по 86 мне не очень нравится, что еще нам надо, жир по 54. Хорошо, я возьму тогда оставшееся, займу место под жир и мы поедем в соседнее место, вот сюда, здесь бобы по 76, они что-то подорожали, походу. Ну, значит, вариантов никаких у нас нету, мы их тоже берем. Блин, ну так мне нужен чернорабочий, еще один, давайте я посмотрю, может быть, все-таки у меня есть возможность. Да, вроде уже есть, а что такое здесь? Законопослушность. Ну, ладно, здесь, наверное, тоже какая-нибудь дичь может попасться, я возьму все-таки его, мне сейчас нужен персонал. Народу дохренища, если честно, просто кошмар у нас, посадка, ну, не полная, но дохрена людей сидит, я не знаю, можем посмотреть, сколько за последнюю неделю была проходка. 437 человек, мы тогда, помните, с вами добивались того, чтобы у нас 500 зашло и, типа, мы бы выполнили задание, а сейчас у нас в неделю столько проходит. Но вот всего 1500, а за прошлую неделю 437. Нормальная тема, учитывая то, что 32-й день, и здесь мы видим, что сейчас зашло 60 сегодня, 21 из них был супер довольный. Репутация 29, это охренительно, кстати, сколько у нас сейчас очков есть, 2 очка. Ну, что следующее хочу, я пока не очень понял, наверное, варить что-то еще я не готов, хотя, может быть, и готов, надо будет еще одну пивоварню, или я не знаю, как это лучше сделать пока что. Мы вот разблокировали с вами курятник и грядки, соответственно, это нам говорит о том, что мы можем выращивать бобовые, и не только бобовые, можем еще выращивать пшено, ну, вот это вот зерно, и, соответственно, этих кур кормить. Нормальная тема, вообще мне хочется вот и горный стол, и горный стол, и горный зал, но об этом надо чуть попозже подумать, когда мы все-таки разберемся с производством. Но я столько времени теперь трачу на закупки, посмотрите, мне теперь надо вино, мне надо, наверное, что-то еще, хотя бы чеснок, но давайте с этого начнем, потом посмотрим. Значит, чеснок у нас стоил дешево, по-моему, с этой стороны, если я не ошибаюсь, 86, вина здесь только нету, давайте посмотрим что-нибудь еще, вот этот рынок, например, лагерь, молоко. А вот что касается молока, по-моему, молоко тоже закончилось, но 153 это слишком. Это, ребятки, перебор, чеснок 85, короче, я понял, либо чеснок, либо не чеснок, тут как бы варианта 2, давайте тогда я хотя бы чеснока отсюда заберу, но я не знаю, давайте возьмем 4 пока что. И вина тоже я побольше захвачу, потому что, ну, что-то сколько можно-то, по 82, средняя цена 81, но неужели нет дешевле? Ну, вот 72, мне кажется, нормальное предложение, давайте берем 4, и что еще возьмем? Хлеба, получается, мы берем молоко, здесь, кстати, тоже по приятной цене. Вот сейчас я уже вижу смысл в том, чтобы расширить до 15 позиций заказа, и заказывать сразу из одного места много всего, например, да, как вариант. Подумаем над этим, хорошо. Хлеба я беру, сколько я взял? Я взял 3, ну, наверное, пока что хватит, жир должен подъехать, просто достаточно долго это происходит. Значит, опять ни чашек, ни тарелок, ну, вот поставил я стеллаж, надо мойку тогда, наверное, делать, вот куда сейчас деньги вкладывать. Сосиски вроде имеются, ну, давайте один стак я возьму, так уж, чтобы прям точно потрачу немножко свитков, 69 скидку получу, и поехали. Так, давайте-ка что-нибудь решать, значит, поставлю на паузу, как и говорил, я хочу вот это, нет, вот так я хочу, я хочу вот так вот, вот это перенести пока вот сюда. Вот этот стеллажик я вижу все-таки где-то с этой стороны, здесь у нас посуда вроде настроена, соответственно, пока что вот это бросим куда-нибудь вот здесь. Передвинем мойку или, погодите, или как поступим? Ну, нет, я хочу еще новую мойку вообще купить, блин, что мне мешает, вот эта хренатень, по-моему. Давайте вот это подвинем, вот это развернем, ну, разворачивайся, что ты, блин, фигней ты страдаешь. И новую мойку тоже глянем, потому что, ну, как так-то вообще, это не дело, мне столько посуды запарывать, и где она тоже непонятно. На стеллаже, не на стеллаже, стеллаж вроде пустой с посудой. Я сделал так, как мне написали в комментариях, но что-то это не совсем работает. Так, а теперь вот ищем мойку, где она может находиться? Вот здесь она находится и стоит 2 нахрен 500. Вы что, с ума что ли сошли? Но нам это, наверное, сильно поможет, вам так не кажется? 2 500-то, блин, много. Ну-ка, дай-ка, я вот так вот сделаю сейчас. Ну ты что, давай ставься. И куплю, наверное, все-таки эту мойку, раз и навсегда попробуем эту проблему удалить из нашей жизни. Я очень рассчитываю, что это произойдет. Ну и здесь надо теперь подраставить. Как было правильно? Ну вот, например, будет плита у нас прямо в углу, около нее будет вот эта хрень с дровами. Ну, пускай будет, например, вот здесь, прямо в упор. Блин, начал я ее поворачивать с контролом, и она теперь более тонко крутится. Сейчас поправим. И здесь еще затесался вот этот вот стол. Давайте мы его, наверное, вот сюда бахнем, а бочку с водой, с помощью которой моют посуду, мы поставим с этой стороны, чтобы им было близко. Ну, вроде неплохо все это звучит. Вот, пожалуйста, вот у меня чистая посуда или грязная, я не знаю, я сейчас посмотрю. Как-то странно это все работает, как по мне. Вот 7 чистых кружек, да, у меня осталось всего 7. Где все остальное? Где грязная посуда? Вот здесь что-то лежит, здесь есть 1 и 2, это сюда не учитывается. Короче, хрен его знает. Я надеюсь, сейчас с новой мойкой дело попрет, если что, и вторую потом заменим. Конечно, потратились нехило, но что поделать. Что у нас тут, я так понимаю, хмель закончился, да, мы все сварили, что ли, или как вообще так? Нет, еще есть на остатке, все нормально. Ну, я так понимаю, что сейчас можно просто не париться, и на постоянной основе они будут сюда подгружать всю эту историю, и как только здесь, получается, 60 можно хранить, да, а как только становится 50, они сюда 10 заносят. Не, ну тема охренительная, мне кажется, можно теперь не закупать всю эту дичь. Надо еще за дровами следить, смотрите, сколько у меня дров осталось. А вот это уже плохо, кстати, нам надо древесины закупить, получается. Где мой вообще нахрен жир? А, ну вот оно все подъезжает вместе с Элем, который тоже подошел к концу. А бобы тогда где? Бобы вроде только что заносили они, да? Ну вот здесь что-то лежит формата бобов, да, вот вижу, десяток упал, все, с этим разобрались. Здесь чеснок, чеснок, а чеснок тоже я вроде заказывал, или мне показалось? Вот он, чеснок, все, что-то в памяти вообще какая-то беда. Буду заказывать сейчас походу я тарелки, чашки, да еще и дрова, черт их возьми. Давайте смотреть, потому что это у нас не входит в комплект. Ну вот она, древесина по 13, но это все фигня на самом деле. Можно заказать сразу 10 отсюда, если я посмотрю, здесь, конечно, кружки дешево стоят, но 95, а тарелки 92. Ну ладно, давайте тогда борщить не будем, мы возьмем с вами еще по 2 стага тарелок и 2 стага кружек. У меня есть такое ощущение, что такого количества денег у нас еще не было, я имею ввиду маленького, и вот мы до этого добрались. Ну ничего страшного, зато у нас теперь точно все есть на ближайшее будущее. По продуктам мы все закупили, чеснок сейчас приедет, кружки, тарелки, лагерь производим, это имеется, сосиски есть, вроде все нормально. Ну вот, я вижу сейчас бочонок он забрал, потому что стало 50, да, это действительно так, он сейчас относит и становится 60. Ну нормально, значит все действительно работает, мне бы еще увидеть, что кто-то пошел что-то производить, покажете или не покажете? Пока что я не вижу, что кто-то пошел за хмелем, но они потому что заняты, скорее всего, вот этим ношением. И кто все-таки должен готовить? Повара или не повара? Ну, наверное, повара, потому что чернорабочие не занимаются такой фигней. Да хотя хрен их знает, они тогда вдвоем сразу туда пошли, может быть они 2 стага приготовили, и поэтому не идут готовить сейчас. В общем, ладно, я точно уверен в том, что это работает, остальное мне неинтересно. Блин, ну вот сейчас народу навалило нормально, я вам скажу, 24 человека, это ну не рекорд, а может и рекорд. Писали бы они сколько было максимум за один раз, там людей, не знаю, что-нибудь подобное, статистика не помешала бы. Мы, кстати, добрались уже до 30-ки по известности, это звучит неплохо. Ну-ка дайте-ка я статистику-то гляну, что у нас до следующего, ну до следующего 16. Здесь вроде все счастливы, ну как счастливы, довольны, по крайней мере, сейчас еще подвезли посуду, и все будет отлично. Да я думаю, не будем себя отказывать в удовольствии, произведем что-нибудь еще, тем более у нас появилась какая-то там денежка, она, конечно, небольшая, но она есть, почему бы нет, давайте погнали. Значит, я хочу что сделать, я бы хотел бы разводить яйца, ну и, соответственно, вместе с этим производить зерно самостоятельно. Значит, нам пригодится вот такая вот садовая грядка, давайте мы ее, ну разместим, наверное, рядом с этими шпалерами, почему бы нет, давайте в эту сторону ее подвинем, вот так вот. Задание, кстати, выполним тем самым, нам дадут что-то за это, не помню что, по-моему, ничего такого прямо супер хорошего. 10 единиц высококачественной репы, ну замечательно, почему бы нет, наверное, надо еще поваров куда-нибудь отправить, но видите, у меня повара сейчас еще и пивом заняты, поэтому я не развлекаюсь по этой истории. Значит, погнали, мы хотим, а, вот здесь есть удобрение, блин, а как это так, ну давайте сюда нажмем удобрение, а потом мы сюда поставим сажать, что мы хотели? Мы хотели зерно, вот его и поставим, и вот он господин взял, и невидимые лопаты начинают что-то удобрять, то есть мы увидим сейчас качество почвы, я не знаю, на что это повлияет, может быть, на урожайность, но вот качество почвы подросло до 2,5 единиц. Начал он сажать зерно, я так понимаю, нам всю эту историю нужно полить, давайте это сделаем, здесь поставим автоматическое сажание, и мне что-то подсказывает, что если мы хотим выращивать курицы, плюс еще это зерно засовывать в кашу, нам нужна еще одна такая грядка. Давайте мы ее сразу же поставим, и здесь назначим то же самое. Ну вот этот вот ведьмак немножко темнокожий начал что-то тут делать, этот тоже руками машет, вроде он полил, да, я так понимаю, все, мы начинаем что-то растить или не начинаем, давайте посмотрим. Через 20, 20 чего? Непонятно, ну не дней же, вот опять же вот эта хрень побежала, значит выращивание началось. Слушайте, а знаете, наверное, в чем прикол, почему я не могу вот здесь вот удобрить, потому что нужно выключить автоматическое сажание, и после этого уже удобрить и начать сажать заново, мне кажется, идея неплохая. Вижу, что дрова подъехали, это отлично, они начинают потихонечку появляться у нас на складе, это круто. Че у нас по посуде? 26 на 19, ну хрен его знает, как-то так, хорошо или плохо, я вижу, что еще кто-то выпивает, наверное, посуда здесь находится. Уверен, что сейчас ее подразгребут. Буду ли я какой-то персонал еще нанимать? Блин, да, наверное, пока нет, если только чернорабочего, скорее всего, я хотел бы. Ого, какие-то ребята появились, да? Но вот этот алкоголик, опять же, мне алкоголики больше не нужны, я вам честно скажу. Но брать вот этого, не зная, что здесь, при этом еще две нехорошие черты, трусость и хаотичность. Блин, ну такое себе. Это что-то здесь происходит? Вы видите вот эту женщину? Почему она вот так вот ходит? С ней все нормально. Она зашла и украла что-то, смотрите, она схватила яйца и убежала. А потом я говорю, где мои ресурсы? Видели, да, что сделала? Вот сволочь. Блин, это как это понимать? Это мне нужно охранника, что ли, нанять, чтобы он за этим делом следил? Это неправильно, я считаю, что у меня что-то воруют. Яйца, кстати, заканчиваются, но я уж не знаю, буду ли я сейчас закупать яйца, или мы будем как-то выращивать самостоятельно. Не забудем вот это удобрить, здесь же много у нас удобрения, давайте смотреть. Две единицы, но не так уж и много. Репутация все растет и растет, я даже не знаю, что с этим делать. Что я хочу еще сейчас прокачать? Мне что-то надо вообще, как вы считаете, или не надо? Да вот мы можем бобовые выращивать на шпалерах, то есть мы можем не закупать эти бобы и долго их не везти, да, тема нормальная. В принципе, шпалеры какая-то нормальная такая тема, вот растет и растет. Сколько нам нужно будет еще шпалер, я не знаю всего. Скорее всего, ну, я бы сделал бы одну клетку шпалерами с хмелем, а вторую, например, с бобами. Ну, я не знаю, что на них еще можно выращивать, наверное, виноград, скорее всего, и что-то еще. Но хрен его знает. Ладно, виноград точно для вина нужен, это мы понимаем, вот что нужно для Эля, не ясно. Для Сидора тоже, понятно, яблоки. Но я, кстати, так и не разобрался, где взять эти яблоки. Ну, на самом деле, у нас с вами 4 очка, и париться особо я не буду. Я возьму бобовые, потому что они у нас сейчас есть в рационе. И я возьму игорный стол, потому что я обязательно хочу его построить. Ну, и что я еще возьму? Может быть, даже ничего больше не буду брать. Наверное, посменная работа была бы неплохо, но сейчас-то настраивать, запариваться я тоже не особо готов. Вот это что такое? Стоимость новых торговых путей уменьшена, а вот это увеличивает максимальное количество товаров при заказе на 5. Вот это я, пожалуй, возьму. Но я вот периодически поглядываю и вижу, что все-таки, да, действительно забирают отсюда пивас и несут его сюда, значит, все нормально. Я просто очень переживаю, что это как-то опять багуется и что-то не так. Но вот, видите, постоянно в формате 60 мое количество лагеря держится, и мне это нравится. Ну, что по курицам у нас? Давайте смотреть. Давайте, наверное, ничего даже не смотреть, а строить. Тысячу стоит курятник. У нас есть 2 600. Ну, сколько мы курятников хотим? Наверное, пока что один поставим, мы же не будем с ума сходить. Рядом с пивоварней, да, например. Ну, какой-то бред. Давайте вот сюда поставим, рядом с компостной ямой вот этой. Почему бы нет? Вот здесь она будет неплохо пока смотреться. Ну, может быть, в дальнейшем мы перенесем, да, можно сейчас немножко подвинуть. Это не так важно. Сейчас сюда зерно закинут они. Нам понадобится еще один, получается, господин, который будет чернорабочим. Потому что, да, все-таки нам такие ребята нужны. Но мы никак не можем получить свитки, чтобы открывать черты. Это, погодите-ка, это что это получается? Сейчас отгрузил им 10 единиц зерна. 10? 10 единиц зерна. Я правильно тебя понимаю, да? Мне кажется, что я хочу еще одну грядку тогда. Большие слишком расходы. Да, я могу грядки вот так прям вставить? Прямо вот друг к другу? Вроде как могу. Давайте я тогда поставлю еще сколько? Две? Блин, две что-то не знаю. Ну, давайте две, потому что, мало ли, я захочу еще один курятник. Мы будем к этому готовы. Мы сейчас, соответственно, это все дело удобрим и начнем выращивать. Ну, слушайте, по-моему, охренительно, что мы теперь самостоятельно это делаем. Интересно, сколько будет? Что это такое? А, производство птицы и производство яйца. Вот оно что. Ну, мы яйца хотим производить. Пока что у нас нету таких блюд, где нужна птица. Но, возможно, они скоро появятся. И тогда нам понадобятся дополнительные курятники, которые еще и мясо нам производить будут. Я вижу, что первое зерно созрело. Ребята, идите собирайте. Вот здесь кто-то варит пиво. Все работает. Мне очень нравится. Значит, мы здесь хотим что? Мы хотим здесь... Блин, а здесь нет удобрить. Смотрите, какая фигня. Может быть, потому что здесь ничего нету? Давайте-ка подождем. Сейчас вот это вот дойдет до конца. Мы получим еще удобрение. И тогда попробуем вот эти штукенции тоже удобрить. Не, мне кажется, я вас обманул. Оно еще не созрело. Это типа просто появилась трава какая-то. Вот еще готово будет через 19. Ну, наверное, часов по местному времени. Я хрен его поймешь. Потому что достаточно быстро эта цифра уменьшается. Ну, относительно быстро. То есть не каждый день по одной, а чуть быстрее. Не, ну классно же. Своё производство. Уже что-то производим. Но вот только яиц нету. Правда, до сих пор. Ну, наверное, что-то придется еще дозаказать самостоятельно, мне кажется. А потом уже все пойдет. А может быть, еще один курятник поставить тоже как вариант. Мы деньги достаточно быстро набираем сейчас. У меня вообще вот в планах еще немножечко расшириться хотя бы на одну вот эту вот линию. После чего уже остановиться, обслуживать тех, кто приходит, расширять, наверное, спальные места. Я бы очень хотел вот сюда две клетки добавить, да? Блин, а подождите. Это мне, получается, в эту сторону расширять надо, да, тогда? Ай, вот это грустно очень. Я немножечко не так планировал. Ну, ладно, короче, подумаем, как тут лучше сделать. Наверное, все-таки вот эту комнату я бы хотел бы, да, вот сюда увеличить и по другой стене выставлять кровати, как я уже когда-то говорил. И это хорошая идея, потому что количество спящих людей по-любому принесет нам какое-то количество денег. Я вот вышел на карту, хотел посмотреть. Может быть, что-то есть интересненькое еще? Давайте что-нибудь заберем. Блин, чернорабочего отвлекать сейчас. У них на самом деле так много задач выходит, что и не очень это будет правильно с моей стороны. Но я, тем не менее, буду, наверное, какие-то флажки забирать потихонечку. Возможно, они мне скоро пригодятся. О, у меня свитки есть. Ну-ка, давайте-ка глянем, может, я кого-нибудь прикуплю нормального. О, чернорабочие появились, да? Ну-ка, давайте смотреть. Вот этот был, а вот этого мы не видели. Но он, опять же, болезненный. Ну, что же такое? А последнее что? И он еще и ленивый, сволочь такая. Ну, мне нравится, что слухи, но как бы остальное все это вообще не дело. Ну, вот и что, вот вам и все, синие свитки закончились. Блин, ну что, серьезно, мне закупать сейчас, получается, яйца? Да, наверное, мне придется закупить. Это как с Элем не работает. У меня таких запасов просто не было, чтобы вот этот один курятник нас поддерживал на постоянной основе, к сожалению. Но ничего страшного, такое бывает. Давайте поищем, где подешевле. Вот здесь 52. Что-нибудь еще нам надо? Да, наверное, что-нибудь надо. Сосиски. Ну, давайте сосиски возьмем. Давайте я возьму 4 десятка. Думаю, что больше нам не пригодится это дело. Мы возьмем тогда сосиски и возьмем гребаный хлеб, если бы он здесь был. А молоко, что, я закупил молоко или нет? По-моему, так и нет. Я не знаю, что еще взять. Давайте возьмем свечей, например, десяток на всякий случай. Хмель. Вот здесь, кстати, хмель продается. Ну, по 289 вы совсем охренели, я вам скажу честно. Вот, это получается, смотрите, 10 единиц хмеля. Мы из них произведем 20 единиц лагера. Вы что, крейзи, что ли? Так дела не делаются, я вам скажу по секрету. Может быть, у них в тех краях хмель это редкость. Я не знаю, что у них в голове. Ну, что нам еще надо-то? Я так понять-то не могу. Ну, молоко за 147 я точно брать не буду. Тогда отправляем так. Во, я увидел, что яйца мы собрали, да? Правильно я понимаю? И сколько упало? Серьезно? Три яйца всего лишь? Три яйца, дружище? Ты мне серьезно говоришь? Здесь 9. То есть, за одну единицу зерна мы получаем 3 яйца. То есть, это получается за 10 единиц, ну, не поверите, 30 яиц. Я понял. Ну, хорошо, пусть будет так. Я думаю, что сейчас зерно попрет у нас. Правильно же я понимаю? Вот вроде вот это готово, потому что над ним ничего нету, никакого кружочка. Сейчас мы его соберем, оно у нас как раз подзаканчивается, и это отлично. Что-то наша вот эта яма нихрена не производит. Короче, ладно, я автоматически здесь покажу выращивать опять же. Или что, он начал дальше расти? Блин, ну, дружище, ну ты серьезно? По-моему, пора уже вырасти, что за фигня? Короче, ладно, пускай они там растут, не растут, пофигу. Я буду здесь в любом случае сейчас выращивать дальше хмель. Вот у нас бобовые появились, это отлично. Хмель выращивать я буду. Буду автоматически это делать, чтобы уже больше не париться. Не знаю, поставить ли еще третью, или, может быть, начать выращивать бобы. Давайте мы, наверное, бобы поставим выращиваться. Ну-ка, сейчас я посмотрю, что у меня вот здесь по остаткам по хмелю. Ну, здесь есть еще десяток, я не думаю, что прямо это критичное количество. Тем более, сейчас еще немножко вырастет. Начнем с бобов. Ну, как начнем? Продолжим бобами. Давайте тогда вот эту вот соседнюю клетку мы будем занимать именно ими. И, получается, поставим, ну, наверное, тоже две штуки. Мне кажется, что бобы достаточно быстро растут на этих шпалерах, чем вот эта вся хрень на грядках. Вот опять пропали вот эти желтые штуки. А это, наверное, потому что я в этом режиме, ну, все, понял, воспринял. Давайте вот это дело поливаем и сюда сажаем, соответственно, уже бобы. Но меня вот все равно напрягает посуда немножечко, если честно. И, может быть, я бы хотел бы, наверное, второй курятник, потому что если один дает всего лишь три яйца за раз, то это не так много. И чтобы количество яиц на постоянной основе у нас оставалось нужное, может быть, даже и три курятника надо. Там хрен его поймешь. Ну, давайте расширять наше производство по курицам в том числе. Мы потом все это будем уже красиво расставлять. Сейчас поставим так, чтобы это работало. Да и до склада здесь нормально, поэтому, мне кажется, здесь они себя будут чувствовать неплохо. Ну, вот я со всеми этими курятниками, блин, взял и сделал так, что у меня теперь нету зерна. Что, мне заказывать зерно, хотите сказать? Ну, давайте я возьму. Ладно, сейчас на первый раз-то уж бывает и такое. Что уж? Давайте возьмем три, наверное. Хлеба возьмем. Нам как раз хлеб сейчас нужен. Что еще надо? Вот эль не помешал бы. Ну, здесь эля нет. Молоко. Я все хочу купить молоко, да? Давайте его возьмем. Деньги вроде имеются. Мы потом остаемся все время на том же месте. Это мне нравится. Это значит, что дело пошло прям нормально. И я, наконец-то, молоко когда-нибудь вынесу уже себе вот сюда, как только его поймаю. Да вы что, охренели? 27 человек. Вы на полном серьезе. Это, по-моему, вот это вот был максимум, который у нас присутствовал одновременно. Хотя, может быть, я что-то упустил. У нас теперь, блин, производство прямо охренительное. Посмотрите, сколько всего растет. И действительно, бобы вроде достаточно быстро растут. Я надеюсь, что мы сейчас сможем пополнять себе копилку. Может быть, даже я зря две поставил. Может быть, нам одной хватило. Потому что зерна-то сейчас нету. Вот эти бобы не будут тратиться. Соответственно, каша не будет производиться. Есть подозрение, что зерно надо еще заказывать. Потому что вот этого недостаточно. Вообще никак. И вот эта хрень больше не производит мне навоз. Я не понимаю, в чем проблема. Она просто зависла. Ну-ка, если я ее удалю. Она вот держится на этом уровне. И все, больше ничего не происходит. 175. Ну, хрен с тобой. 350, конечно, жалко. Но я готов себе это позволить. Главное, чтобы это работало. Потому что это нам помогает, я так понимаю. Ну, я надеюсь на это, по крайней мере. Я поставлю еще две грядки с зерном. Потому что, как оказалось, зерна нужно действительно много. И сейчас у нас будет почти вырастать вот это. А вот это как бы его заменит в итоге. Ну, вы поняли, да? Чтобы был некий такой круговорот. Попробуем сейчас... А, ни хрена мы не попробуем. Попробуем просто полить тогда. Сажать сюда, конечно же, зерной здесь и тут. Здесь я вроде уже поливал. Но, тем не менее. Автоматическое сажание, конечно, тоже включим. А что насчет Эля все-таки? Я что-то про него сказал и ничего не сделал с этим. Блин, репутация 33. Это охрененно. Это охрененно, но пока не очень надо. 68 средняя цена. Но я и думаю, что-то 93 это перебор. Вот это все, конечно, искать не очень удобно. Или, может быть, не очень удобно просто это забывать, да? Скорее всего, так это работает. Это Эль-123. Я вас понял. Может быть, надо прямо вот сюда посмотреть? Может быть, здесь как-то по-другому? Ну да, действительно, по 65. Но я возьму, пожалуй, если вы не против. Возьму, знаете, так прямо вот с десяток сразу. 750. Но могу себе позволить. О чудо, смотрите, первое зерно. Сколько мы соберем зерна? Интересно. Я вот закупился немножечко. У меня 28 сейчас на остатке, да? И... Подождите, серьезно? 28 было и стало сколько? А, он еще забрал вот сюда. Нет, все нормально. Все нормально по зерну. То есть, если он сюда забирает десяток, я же правильно понимаю, и, блин, мне сейчас сложно подсчитать, но, по-моему, чуть больше, чем 10. Я уверен в том, что все равно мы не сможем производить все ресурсы, какие-то, ну, например, жир, я так понимаю, мы не можем произвести. Вот, например, свечи, да, мы можем произвести. Давайте вообще посмотрим, что здесь еще есть. Так, чисто для справки. Ну, понятно, сосиски мы можем. Картофель пока что просто не нужен был. Вот свечи, как я и говорил. Вот здесь у нас ручная мельница. Молоть муку из хлеба. А здесь где-то я видел печь для того, чтобы этот хлеб делать, собственно. Вот такие вот два пункта, которые нам бы тоже пригодились, потому что, наверное, это все-таки делается, да, из зерна. Зерна мы выращиваем достаточно много, тем самым мы можем отказаться от закупа хлеба. Слушайте, вообще тут идея на идее. Денег бы на это на все хватило, я просто не представляю, сколько это может стоить. Но мы можем нажать да узнать, да, на самом деле. Сейчас, в принципе, больше нечего разблокировать. Ну давайте еще чуть-чуть посмотрим. Ну я точно бы не отказался от производства эля, да. Опять же, непонятно, из чего он делается, но судя по нарисованному вот здесь значку, наверное, из хмеля. Но это логично, да. То есть я не вижу каких-то других вариантов. Производство сидра делается из яблок, медовуха делается из меда. То есть, но у меня вопрос, а где делать вино? Потому что виноград-то мы можем разблокировать, а какую-то хрень для его производства я не нашел. Не, хоть убейте, не вижу ничего подобного. Блин, разблокировать может быть эль, увеличить количество выращивания хмеля и поставить вторую пивоварню, которая будет заниматься чистой элем. Да, идея же хорошая. Можно я, пожалуйста, с вашего позволения вот это разблокирую? Тогда я хочу, наверное, молоть муку из зерна. Блин, это охренеть, сколько людей мне понадобится. Ладно, давайте пока с зерном подождем, давайте хотя бы разберемся с напитками. Ой, слушайте, знаете, как я тупанул? Я, короче, видно, вот здесь нажал в тот раз остановить производство вот этого гребаного навоза, а сейчас я его включил. И вот зачем-то ту штуку продал. Ну, короче, ладно, такое тоже бывает, ничего страшного. Исправили, исправили эту ситуацию, скоро этот навоз используем. Я точно уверен в том, что здесь есть домашние животные, типа кошек и собак. И вот эти крыцы могут ловиться кошками, но почему-то я не нашел у себя ни одного здания для них. Здесь они должны быть. Может быть, их надо на карте где-то найти. Я просто ничего похожего даже на это не увидел здесь. Некуда отправлять ребят, чтобы это дело достать. Может быть, где-то дальше будет. Ну, посмотрим там еще на это. Вроде мышей мы ловим, а остальные звери нам пока не докучают. А здесь есть еще какие-то звери, которые могут там прибежать, разнести тебе кухню или еще всякой фигней заниматься. Слушайте, ну что я думаю? Я думаю, что надо сейчас поставить еще шпалеры вот эти. Может быть, даже две штучки. И здесь же выращивать тоже хмель. Я так понимаю, ребята могут подойти? Да я думаю, если бы не могли бы, мне бы не разрешили здесь строить. Все, замечательно. Здесь у нас будет выращиваться еще пачками хмель. А почему здесь ничего не растет? Автоматически стоит. Я не знаю, давайте польем, может быть. Или может быть, просто свободных работничков нету, да? Давайте вот это тоже поливать, ребята. Вот здесь мы будем сажать хмель. И вот здесь мы тоже будем сажать хмель. Пожалуйста, будьте так любезны. После чего автоматически всю эту историю выращивать. Ну вот еще и бобы пришли. А что там за звук был? Мы задание выполнили? Да нет, вроде ничего не выполнили. Но хрен его знает. Ладненько. Мне нравится. Мне нравится, что мы с вами очень много всего теперь производим самостоятельно. Ну и плюс еще, если построим вторую пивоварню, у нас будет бесконечный эль. Мне кажется, это охренительная просто тема. Единственная сложность в этом вопросе, это работники, которые, к сожалению, появляются очень редко. И, ну вот, не можем мы достойных кандидатов найти. Какие-то то болезненные, то еще какая-то фигня, то алкоголики. В общем, все, что нам не нравится. Слушайте, и пока не забыл. Знаете что? По-моему, молоко на остатках есть. Да, это действительно так. Дайте я его, наконец, добавлю. Я тоже не вижу, что там происходит. Так, что мы видим сейчас? Мы видим сейчас, что все нормально. Эль, по-моему, я заказал. И он где-то должен вообще путешествовать в сторону нас. Да, это действительно так. Здесь очень много эля. Думаю, что в дальнейшем уже мы заказывать его не будем. Но в целом серию, наверное, будем завершать. Потому что много сегодня что сделали. Разобрались с производством. У нас появилось два курятника. У нас появилась какая-то еще дополнительная хрень для выращивания. У нас появились грядки. Зерно растет. Бобы растут. В общем, все отлично. Я думаю, что в дальнейшем, конечно, производство мы расширим. Но и надо будет что-то еще сделать дополнительное для таверны. Вам спасибо, что смотрели. Ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. До новых встреч и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok